Это не Сейдр, друзья, я Александр Кушнер. Около недели назад стала известна интересная вещь. Оказывается, хотя россияне пытались спрятать свои корабли от американских спутников с помощью специального камуфляжа, в который они закрашивали вот эти самые военные суда, это им не помогло. Американские спутники видят все. И в доказательство нам были представлены изображения с этого самого спутника. Таким образом, Пентагон буквально посмеялся над жалкими российскими попытками. Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим в нашей рубрике «Второй фронт» о том, а что же это именно за такая технология у американцев, которая позволяет видеть то, что, казалось бы, видеть они не должны были бы и не смогли бы. Ну и, конечно, здесь вспоминается, как кичились русские своими военными кораблями до начала этой войны. Тогда им казалось, что чем больше они будут выпячивать свои военные корыта, тем страшнее всем будет. А вот теперь, как видим, наоборот, стараются спрятать их. Да вот только спрятать уже не получается, ибо от американского ока ничто не скроется. Искусственный интеллект против маскировки Украина с помощью технических средств, предоставляемых ей странами блока НАТО, продолжает внимательно отслеживать деятельность российского флота на Черном море. Хотя Россия в последнее время всячески пытается усложнить эту задачу, разрабатывая новую уникальную схему камуфляжи для своих боевых кораблей. Однако современные технологии, например, такие как искусственный интеллект, помогают разоблачать эти обманчиво замаскированные русскими инженерами военные корабли. Но давайте обратимся к фактам. Судя по регулярно появляющимся все последние дни сообщениям на сайтах, посвященных военно-морской тематике, Россия действительно пытается замаскировать свои военные корабли на Черном море, окрашивая их в новую обманчивую схему камуфляжа. Эта уловка призвана затруднить оценку длины и формы боевых кораблей, сделав таким образом невозможной их точную идентификацию на спутниковых снимках. Это и в самом деле может усложнить задачи украинской разведки, возможно даже предотвратить атаку на корабли, находящиеся на базе в Севастополе. Аналитики в области обороны изучают, насколько эффективен российский камуфляж. Первоначальные проверки на некоторых спутниковых снимках вроде бы подтвердили жизнеспособность этого способа маскировки. Однако аналитическая компания Imagery с этим поделилась с общественностью тем, как искусственный интеллект может помочь увидеть военные корабли сквозь камуфляж. Несмотря на все хитрости с покраской, искусственный интеллект способен идентифицировать классы кораблей на спутниковых снимках, что очень сложно, практически невозможно сделать человеку. Подход к идентификации, применяемый искусственным интеллектом, не зависит от камуфляжа. Справедливости ради отметим, что этот обманчивый российский камуфляж уникален. Он заметно отличается от более известного западного типа камуфляжа дазл, ослепляющего. Камуфляж дазл пытается сбивать с толку наблюдателя, чтобы он не мог верно оценить расстояние, скорость и направление движения боевого корабля. У российского камуфляжа совсем другие цели. Начиная с 22 июня текущего года, когда портал Neville News, военно-морские новости, впервые сообщил об этом камуфляже, было замечено еще несколько российских военных кораблей с аналогичной схемой. Флагман Черноморского флота фрегат класса Адмирал Григорович Адмирал Макаров получил более экстремальный вариант камуфляжа, который включает в себя затемнение вертолетной площадки и носовой части корабля. Затем все три ракетных корвета класса Буян-М, а также тральщик Иван-Голубец и противолодочный корветт Муромец также получили новый камуфляж. Имеются все признаки того, что этот камуфляж предназначен для того, чтобы скрывать общую длину и форму корабля при взгляде на него с поверхности, например, с камеры морского беспилотника. Однако камуфляж призван также замаскировать корабли сверху. Он затрудняет идентификацию кораблей на спутниковых снимках. Это имеет смысл, поскольку и Украина, и НАТО используют сейчас снимки для наблюдения за передвижениями российского флота. Конечно, камуфляж вряд ли обманет опытного аналитика, если у него есть время изучить изображение. Насколько хорошо работает камуфляж во многом зависит от конкретных условий освещения, цифрового интеллекта, используемого спутника, а также от времени, доступного для анализа. В целом можно ожидать, что новый русский камуфляж кораблей замедлит работу аналитиков и повысит общую неопределенность. В особенности же это будет ощущаться при создании картины общей диспозиции всего флота. Главным фактором, работающим здесь в пользу Украины и против России, является искусственный интеллект. Искусственный интеллект в настоящее время часто применяется для ускорения и расширения масштабов анализа изображений. Искусственный интеллект может определять длину и форму корабля, чтобы точно его идентифицировать. Тем не менее, плохо настроенный искусственный интеллект на самом деле может быть даже более уязвим для этих типов камуфляжа, чем человек. Радиолокационные спутники, несущие аппаратуру SAR, Synthetic Aperture Radar, радар с синтетической апертурой, который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов, независимо от метеорологических условий и уровня естественной освещенности местности, с детальностью, сопоставимой с аэрофотоснимками, не на вы. Однако только недавно коммерческие спутники оказались в состоянии обеспечить изображение с синтетической апертурой с высоким разрешением. В отличие от обычных спутниковых изображений, которые пассивно интерпретируют то, что они видят, радар с синтетической апертурой осуществляет частичный обзор земной поверхности путем сканирования антенной в горизонтальной плоскости, а затем регистрирует количество этой энергии, отраженной обратно от всего, что находится на Земле. Картинка может получиться очень красочной, но ее может быть не так просто интерпретировать. Корабли кажутся размытыми, а отдельные детали, отражающие луч, могут быть непонятными, маскируя форму объекта. Разумеется, опытные аналитики могут справиться с этой задачей, но сделать это уже сложнее, чем при использовании обычных оптических спутниковых снимков. Ответ, который нашла компания с этим, это искусственный интеллект. Он обучен распознавать различные классы военных кораблей и подводных лодок. Эта система имеет уровень точности более 90%. С этим удалось продемонстрировать Naval News, что их технология может идентифицировать соответствующие классы кораблей на российской базе в Севастополе, в Крыму. Используя изображения с синтетической апертурой, полученные спутником Ambra Space, искусственный интеллект четко идентифицирует корабли, которые, как известно из других источников, были замаскированы на базе. В сочетании с другими спутниковыми фотоснимками и с другими данными разведки, полученными из открытых источников, интерпретация искусственным интеллектом изображений с синтетической апертурой может помочь разоблачить замаскированные корабли. К тому же, у технологии синтетической апертуры есть свои дополнительные преимущества. Она работает ночью и может видеть сквозь облака. Таким образом, резко увеличивается постоянство спутникового покрытия. Россия, вероятно, продолжит экспериментировать с попытками обмануть спутниковый мониторинг. В прошлом году военно-морской флот России попытался сорвать визуализацию портовых сооружений и мостов, разместив поблизости их баржи с радиолокационными отражателями. Но эта туповатая уловка, по общему мнению, не сработала, поэтому позднее русские отказались от этой бесполезной практики. Уже сегодня появились признаки того, что первый военный корабль с новым камуфляжем, адмирал Эссен, частично лишился своей маскировки. Однако пока нет никаких признаков того, что наложение камуфляжа прекращено и на других кораблях. Новые корабли скоро можно будет легко идентифицировать, несмотря на их камуфляж. Пока же аналитики будут следить за развитием событий и адаптироваться к новым схемам. Игра продолжается.